привет дневник как видишь мы идем чтобы в программе здоровья а это значит что ты видишь что я сейчас гуляю по лесу гуляю по лесу и мне захотелось с тобой поговорить ты знаешь я часто представляю себе а вот что будет когда успех придет но мы же с тобой мечтаем про 3 миллиарда точнее конечно мы с тобой не про 3 миллиарда мечтаем мы с тобой мечтаем чтобы у людей появилось дело деятельность которая дарила бы им удовлетворение радость смысл и доход вот о чем мы мечтаем а 3 миллиарда это уже такой измеримый показатель что ли зато понятно так вот я вот все думаю иногда а что будет когда успех придет вот сейчас у нас с тобой в игре 20 человек нас 20 человек и в сибири он сейчас 70 человек то есть это наши два пути через которые мы идем к трем миллиардом параллельно либо тот либо тот либо в какой-то момент оба ну а давай предположим что в игре стало тысячи человек или 50 тысяч человек наверно вот 50 тысяч человек в игре это уже существенный показатель наверное уже существенный что будет тогда я представляю что конечно же конечно же господин в дуть обратить на нас с тобой внимание и пригласит нас с тобой на встречу и так как он задает всегда очень каверзные вопросы прямые вопросы то он конечно же будет задавать нам вопрос и вот давай поиграем с тобой в игру в которой предположим какие бы вопросы он мне задал и чтобы я на них ответил конечно первое он очень тщательно всегда подходит к изучению истории человека к его жизненному пути и конечно же он прочитает нас с тобой возможно что даже он посмотрит именно это видео и тогда но это видео у нас с тобой как ты видишь позитивная классная но у нас там много всевозможных разных моральных моральной обнаженки издевательств над самим собой поэтому конечно же он увидит что мы с тобой бухаем что мы с тобой алкоголики что мы с тобой признали этот факт что мы с тобой алкоголики как раз для того чтобы ими не стать как раз для того чтобы не стать он меня спрашивает спросит меня денис ну вот ты в своем дневнике пишет что ты в ухал а как соотносится вот это вот твоя мечта с тем что ты алкоголик хороший вопрос скажу я им хороший вопрос скажу я ему да сейчас скажу ему есть три уровня объяснения три уровня ответа на этот вопрос первый уровень первый уровень самый простой лежит на поверхности и ответ здесь такой я действительно алкоголик слабак и все что я говорю про свою мечту все это дутая фигня и эти 50 тысяч людей которые сейчас в игре все это случайность ничего хорошего я скажу нету в том чтобы пить а он всегда помнишь он всегда говорит наркотики это вред своих передачах и правильно говорит я с ним полностью согласен так вот алкоголь это вред и куреву это вред однозначный вред и ничего 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 хорошего в этом нет ну ничего хорошего в этом нет поэтому первый уровень ответа у меня будет такой и это нас с тобой прервали и причина банально опять села батарейка на морозе пора тебе одежонку то мы дневничок то поменять наверное новый телефончик нам нужно с тобой а то прям засада какая-то не дает нам твоя форма одежды нам чтобы нормально пообщаться ну так вот я думаю что по первому уровню все понятно и здесь все ясно второй уровень второй уровень второй уровень и кстати говоря все три уровня является правдой это просто вопрос откуда посмотреть откуда мы смотрим то мы и видим если мы смотрим с высоты сосны на лес мы видим одно если мы смотрим с тропинки на лес мы видим другое но от этого лес не становится лесом с ней лес остается лесом в любом случае но или красивая знаменитая про слона на слона можно смотреть с разных сторон каждый будет видеть свое но смысл суть слона не меняется итак второй уровень второй уровень он говорит о следующем он говорит нам на примере того что чем является депрессняк ну и от общепринятого депрессия это слабость это просто слабость соберись тряпкой иди работай до понимания того что депрессия это своеобразный вид болезни которые надо лечить также медицинскими методами и способами о чем он сапольский говорил как раз есть у нас с тобой это беседа это видео и появился новый вид понимание про то что такое депрессия депрессия это нормальная правильная реакция организма на чрезмерное количество впечатлений информации в уме которую которую ум не может переварить и тогда он закупливается и говорит все парабеллум нам пока мы все это не разложим по полочкам и не перевариваем все эти впечатления которые ты нам наврал мы отказываемся что-либо воспринимать и думать но собственно говоря сама любая болезнь работает по такому принципу опять же это мхо это исключительно мыслеслух что если мы получаем какую-либо ситуацию с которой не можем справиться эмоционально или умственно не можем справиться или продолжаем ее там копать что реакция организма он реагирует на это болезнь и поляк полежи отдохни ну и хватит тебе думать про всю эту фигню и так и так то есть если смотреть с этого уровня на ситуацию алкоголизма то у нас появляется интересный взгляд что и тогда возникает вопрос возникает очень интересный вопрос но сколько людей умерло от алкоголизма это понятно много но сколько людей умерло от потери смысла сколько людей умерло друзья от потери смысла в этой жизни когда диагнозом была потеря смысла и смешно правда никто мы так не думаем умереть от потери смысла соберись тряпка иди работай но я предположу что это существует я предположу что это существует ну а дальше сколько людей умерло от потери смысла наверное все суициды многие суициды в японии и в россии да и за рубежом они в эту копилку многие заболевания наверное раковые в том числе в эту копилку кстати все алкоголики в эту копилку и вот тут вопрос и вот внимание вопрос выбор помереть от потери смысла или бахнуть стопочку ни хера себе как ты загнул можете сказать вы да не забываем что первый уровень ответа тоже является правдой он есть это вопрос откуда посмотреть и мы постараемся мы пытаемся разобраться с этой ситуацией с другой стороны и так выпил стопочку или помер от потери смысла но конечно так не стоит конечно так не стоит опять же мы только что сказали о том что потеря что депрессия собственно говоря является реакцией организма на потерю смысла естественное и может быть и может быть и может быть вопрос о алкоголизме связан с тем что общество запрещает депрессировать здравствуйте общество запрещает депрессировать и поэтому куда деться нормальному но что общество разрешает оно разрешает бухать депрессировать нельзя а бухать можно и это выбор общества а так как мы существа стадные и часто идем за тем что принято и полезно в обществе то таким образом алкоголизм является реакцией человека на запрет депрессии что нам остается делать разрешить депрессию ну то есть пребывать в этом состоянии столько сколько нужно еще вообще может быть даже вывесить табличку я неделю депрессую меня не трогать чем самое интересное и удивительное что болеть нам можно если я слег с ангиной общество он слег ангиной это важно а вот если я закрылся и сказал что я депрессую общество болеть он херней страдает а я не хочу страдать херней я не хочу выглядеть слабым в лице общества поэтому я бухаю потому что общество хотя и запрещает бухать но относится к этому терпимо во всяком случае у нас в россии и так это был второй уровень это был второй уровень ответа на твой вопрос юра это был второй уровень ответа на твой вопрос а у нас еще впереди третий ну и снова привет тебе лучше но там батарейка села окончательно поэтому мы уже пришли домой я уже дома так вот про третий уровень и тут юра такой говорит слушай на этом наша сегодняшняя встреча с тобой завершается а про третий уровень давай поговорим в другой локации а я как могу юри то собственно говоря возражать я же не могу ему возражать на говорю да хорошо юре и на этом наш разговор с юрой закончится разговор этой встречи